Зеленый 47, толстенький, старый стал 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 Зеленый 58, толстенький, старый стал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Это да? Акротхапараманандар 51 старый Акротхапараманандар Это толстый? Нет, зеленый это старенький Это 51 край Акротхапараманандар Акротхапараманандар Мороколки? 50 синий А черные? Да, черные Как? Нашли кином Кого она зовут? 178 что ли Да, 178 черных Пожалуйста 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 Акротхапараманандар Акротхапараманандар Нитянандарая Акротхапараман 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Чанчо мобиля нан. Щекотка даги ка. Чанчо мобиля нан. Ликтос, ликтос, ликтос. Тали-доша, коли. А-а-а-а-а. Тали-доша, коли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Име Кришна рассматривает оскорблением. Вы можете повторять имя Кришны очень много раз, но Кришна прямо не появится у вас. Но такие скорбы не рассматриваются по повторению имени Нимай и Нитай. Когда человек молится, О Нимай, О Нитай, помогите мне, они обязательно помогут. Однажды я спросил Гурдову, зачем мы приезжаем в Навадипу каждый год, в чем необходимость? И тогда Гурдов процитировал стих. И Гурдов сказал, если ты поклоняешься Навадипе, ты уже и так поклоняешься Вриндавана. Гурдов сказал, если ты поклоняешься Махапрабу, то тем самым выполняется поклонение Рады Кришны. Но если ты не поклоняешься Махапрабу, не поклоняешься Навадипа Даму, то пока Рады Кришна, Вриндавана тебе очень далеки. Однажды я был на утренней прогулке со Шилом Гурдовом в Америке. И я сказал, о Гурдов, Шиле Баслентакур цифрует один стих. Намапарадхам сакалам минасха, чайтанья намашритаванованам, бхактим парамьях прададху janебhyо, камгавр чандрам пранамам бхактья. И там цитируется, если человек называет, о Нитянанда, о Гавранга, уходят ли все его, прощаются ли все его оскорбления? И тогда Гурдов ответил, да, это легко отпустит от легких грехов и грехов средней тяжести, оскорблений средней тяжести, но не от серьезных оскорблений. So, Шиле Гурдов, one time, in Kartik, he was giving harikatha. And that time, he asked a question. Однажды, когда Гурдов давал harikathу на Kartike, его задали вопрос, а он задал вопрос. Гурдов asked that Krishna, he danced on the head of Kaliya, and he gave his fooddust to Kaliya. But Lakshmi did not get the fooddust of Krishna. So, what austerities Kaliya had done? Он спросил, вот змей Kaliya, он получил прикосновение астоп Кришны, а Lakshmi это не удалось. Что же такое сделал, сбил Kaliya, почему у него это получилось? So, that time, Курдия told, that the wise of Kaliya told, And although this Kaliya is very sinful, poisonous snake, what austerities he did, that he got fooddust of Shri Krishna? Его жены спрашивали, несмотря на то, что этот змей Kaliya совершил, совершал такие грехи, Что же он совершил, какие поступки он совершил, что обрел это прикосновение? Then Gurudev told, that there are three reasons, why Kaliya got mercy, and why Lakshmi did not get mercy. И тогда Shri Krishna Gurudev дал три причины всем, чтобы знали о том, что же сделал Kaliya, и что не сделал другие. Gurudev told, that because Kaliya was staying in Jamuna, this Jamuna is actually good friend of Mathura Devi. Mathura Devi and Jamuna Devi are best friends. Actually, the sun god, he produced a very bad son, his name is Yamaraj, very ferocious son. Although he's a Mahabhagavad, he beats up the sinful people, gives them a lot of trouble, throws them in boiling oil, makes them into pakodas. So, this is very dangerous son he produced. На самом деле, у бога солнца появился очень плохой сын, Yamaraj. Нет, конечно, он Махаджан, он один из чистых преданных. Но он очень мучает мужей, превращает из людей покором. So, that time, Yamaraj, seeing Yamaraj, son-god said, what a ferocious son. He will beat the hell out of everyone. So, best is to produce another daughter who is very merciful. She produced one more daughter called Jamuna. She is very kind. If anyone is suffering from her brother's torment, Yamaraj's torment, if someone will come to Jamuna, bathe in Jamuna, take achman, do pranam to Jamuna Devi, Jamuna will release him from the hellish punishment. So, therefore, Sanatana Goswami, father, in Brat Bhagavatam Brutam, he says, That this is Ganga, this is the younger sister of Ganga, this Jamuna. But she is more important than elder sister. Generally, elder sister is more important. But in case of Jamuna, Jamuna is more important than Ganga. But what type of water is there in Jamuna? Then, Sanatana Goswami, father, says, that in Jamuna there is no water. Jamuna is only carrying the nectar from the lotus feet of Shri Krishna. Что за вода находится в этой реке? На самом деле, это не вода. Это жидкая, это нектар со столб Shri Krishna. Then, Gurudev told, that actually, this Jamuna is not different from Vishakha. And he quoted Baldevidya Vushanpada. Vishakho, rasiyaha, višno, yasyam, nitya jalatmani, nitya, nimajati, pritya, tam, saurim, yamunam, stumaha. Baldevidya Vushanpada said that Jamuna is not different from Vishakha, who always sports with Krishna. She is the most beloved friend of Krishna. Baldevidya Vushanpada explained that Jamuna is the same Vishakha, the Vishakha, the wife, who always plays with Krishna. So this is the reason that Kaliya got so much mercy of Krishna because he took shelter of Jamuna, which is very dear to Krishna. And this is the reason that Kaliya got so much mercy of Krishna because he took shelter of Jamuna, which is very dear to Krishna. The second reason that Kaliya got mercy of Krishna is that he stayed in Braj for thousands and thousands of years. Во-вторых, Kaliya lived in Braj for hundreds of thousands of years. That if you simply stay in Mathura, then you will develop two qualities. One is Tarak Vrutti. And he got the footprints of Garud on his head. Garud is to beat him, and receiving the foot dust of Garud and punishment from Garud, he gave him Sukruti. Actually, the wives of Kaliya, sometimes they used to go and meet Lakshmi Devi, who was doing austerities in Belvan, and Lakshmi used to give them so much harikatha, importance of devotional service. So the wives of Kaliya became great devotees, by association with Lakshmi Devi. How did they become proud of Kaliya? 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 They were very often walking to the beach where Lakshmi is, and they heard of her harikathu. So they got proud of Kaliya. Lakshmi is a great devotee. Lakshmi is a great devotee. So by the association of Garud, and also by his wives, who are great devotees, Kaliya, developed full of devotion, and Krishna gave him mercy. So, Chaitanya Mahaprabhu, he also, he asked, when Chaitanya Mahaprabhu went to South India, that time he met one great devotee. His name was Venkat Bhatta, and his brother Trimala Bhatta, and Prabharana Saraswati. He met three brothers. And Trimala Bhatta. That time, Mahaprabhu, he asked Venkat Bhatta, that why Lakshmi could not enter into Rasa Lila. Then Venkat Bhatta told, oh, there is no difference between Krishna and Narayan. Narayan is Krishna. Siddhantastva Avedephi, Shrisha Krishna Vsarupaya, Rasenat Khrishate Krishna, Rupa Meshamra Sastiti. Although there is no difference between Krishna and Narayan, but still Krishna has four extra qualities. Then Venkat Bhatta could not answer, why Lakshmi could not enter into Rasa Lila. But Venkat Bhatta in that moment, why Lakshmi could not enter into Rasa Lila. Then Shrila Bhakti Rakshidara Maharaj in his Premdhams Tutram said, Ranganatha Bhatta Bhakta Tushta Bhangi Bhashanam Lakshma Gamyakrishna Rasa Gopikaika Poshanam Lakshmavishta Krishna Shrishasadhyasadhanakaram Pramadhama Devameva Naumigaurasundaram Pramadhama Devameva Naumigaurasundaram That the goal of all living entities is to enter into Rasa Lila. Even Lakshmi wants to enter into Rasa Lila. This is the goal of our life. This is what Chaitanya Mahaprabhu told. But for entering into Rasa Lila, that some qualification is required. And that qualification is that one has to follow in the guidance of Srimati Radhika and Rupa Goswami. So, unless we take shelter of any Braja Gopi, especially Radharani and her gun and Rupa Goswami and his gun, then it is difficult. So, we must hear Harikatha from Rasik Vashnavas, take shelter of Braindavan Dham, visit the holy places in Braindavan and also in Navadipa. Then Pram will come very quickly. But it is most important to do Nama Sankirtan in Holy Dham or anywhere. If you are not in Holy Dham by body, then you must do Nama Sankirtan by mind or body. Loudly, anywhere else, wherever you are staying, Nama Sankirtan is for Kali Yuga. Также очень важно совершать Nama Sankirtan on Святой Земле. И если на Дхами, если это не получается, то нужно Nama Sankirtan совершать везде. Это одно из средств Kali Yuga. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Их липdar Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 И все враджаваси пришли задания с пустами Они все принесли сюда свои подарки Главным образом, что могут принести пастухи Они несут свои молочные продукты Они несут свои творожки, молоко, йогурты, сладости Все это в горшках И все везут на этот большой праздник И несмотря на то, что пришли все враджаваси Праздник не начинается Почему? Потому что главные друзья Нандабаба не пришли Во враджав два царя Это Нандабаба и Вришабана Махарач И Нандабаба сейчас все с предвкушением ждали Вот сейчас появится семья Вришабана Махарач И начнем грандиозный праздник И тут они появляются Киртида Деви была Он написывает, как красиво выглядела Киртида Деви По случаю этого праздника И Махарача писает На ней было эти три горшка Один с йогуртом, один с маслом Один тоже с молоком Там еще какой-то мишли сверху лежала сладкая И кто-то палкой разбил эти горшки Какой-то тот горшок на голове И так, что все украшения Киртида Деви Все теперь потекло вниз вместе с йогуртом Киртида Кумари И теперь они живут в Нандабаба Это огромное горшок на голове И там есть много дахи, дуду И теперь полностью Эти горшки, эти горшки Киртида, выглядит как Остальное молоко И теперь выглядит как такая густая масса, которая не отстирывается жёлтого цвета, и это наносится на человека прямо там, в лицо, на тело, на одежду, куда наносится. И вдруг, проживаясь они словно в безумии, они стали этими пастами друг друга мазать, началась такая большая дружественная масса, что кто-то начал кого-то за ногу тянуть, кто-то начал падать, стали разливаться молоко, стало разливаться йогурт, весь двор начинал наполняться этим молочным местом, люди падают, мазают друг друга, всем очень радостно. Теперь двор Махараджа превращался в молочный океан. Да, теперь все там танцуют нандаке а-нандабхайо-джайканая ла-лки. Или люди там еще как-то танцуют джайканая ла-лки. Понимаете? Когда они кричали нандаки а-нандабхайо, обозначает нандабхайо шаас такой счастливый, у него сын родился. Да, почему? После того, как он был кинем. Кто после того, как он был кинем? Очень большой эстет. В этот год, в этот старый год, он хотел бы получить хороший сын. Поэтому, Нандабаба, яйца, 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 яйца. Праздник был такой, имел такой необычный случай о том, что Нандабаба всю жизнь ждал сына. Сына никогда не было. Теперь, когда он перешагнул возраст, где-то рождение, у него появился наконец-то сын. Появился принц Вавраджа. Да, so everybody now, they are doing dancing, you know, everybody do dance, very happiness, you know, but their Нандабаба, you know, he looking like this. How everybody doing dance? Then Upanandahi, the elder brother, telling, Нанда, you are Rav's son, everybody dancing, yeah, you're looking, sit down. So, you also today can dance. Then, what happened, this is Nandababa, this is Nandagam, Barsana, this is Al-Gop, catch the Nandababa, and bring the Bituin, this is the, like this was sent Bituin. But Bituin, this is the Kamar, you know, they are here, he put one, one, a cloth, you know, a cloth. One side, Nandagam Gop, another side, this is the Barsana Gop, you know. Now, Kabigaranapur very nicely explained, telling Nandababa, look like one, a very golden mountain, look like, nice, this color, golden color. And when bringing Bituin, look like this one, Mandarachala Prabhat, now looking, look like, now going, again, going, churning the ocean, down, churning the ocean now. And so, all of them be blessed in this frozen place, now Nandababa could not be believed in your head. He just looked at it like this, and then he said, oh, Nandababa! Nandababa? He said, that is, it was your son, he raised him, and you didn't dance. And so, the Nandagam Gop has helped him with those who made him feel, and these guys, from Nandagam Gop and Rishabana, with such a strength, Nandababa, they just slowly attached to him to the center. И завязали ему большой кушак такой, поясы, которые стали вот там, он сказался, словно посреди молочного океана вокруг, золотая гора Сумеру, Сумеру возникла, тоже золотого цвета, потому что Нандабаба, он красиво золотого цвета, теперь стоял как большая гора в центре молочного океана. Тогда пастухи разделились на группу тех, которые сваршаны, те, которые снадагованы, стали на себя тянуть, раскачивать Нандабабу, то есть спахивать молочный океан. Да, 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 да. Здесь кхи-самудра, гоя гад�а, кхи-самудра. Before, they are, бхагава, they are explaining how this salty ocean, demigod and demon, they are чарни. And, you know, what, this demigod, demigod there is like this Rajaguni. And demon, they are tamagun. When they are чарни, what is manifested? Manipested, they are fattin ratna, fattin jewels. But here, who is the чарни? Продолжение следует... 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 Субтитры делал Dhy Witches Нандабаба был очень счастлив, он хотел, чтобы были счастливы все, кого он сейчас только видел, он пошел проверять все ли счастливы, увидел, что горюют только Рахини, Рахини Майя. Так как ее муж находился далеко от нее и он находился в беде, никакая женщина, она не будет при этом веселиться. И тогда Нандабаба, чтобы ее как-то утешить и тоже подарить ей определенную радость, он говорит, о, Рахини, ты одна не танцуешь по случаю этого замечательного праздника, пойдем, пойдем, присоединимся и просто посмотришь на моего прекрасного сына. И тогда Рахини взяла своего сына Баладевы и пошла посмотреть Кришну. Она положила Кришну возле Баладевы и появилось огромное счастье. Когда Баладева родился, он родился слепеньким, он не открывал свои глазки. И поэтому все очень беспокоились по этому поводу, не на шутку. А тут, когда она положила его Кришне, первое, что Баладев повернулся к нему и открыл свои глазки. И поэтому счастью Рахини не было предела. Она просто теперь не могла удержаться от танцев. Теперь все были радостны по случаю того, что Баладев открыл глазки и Кришна родился. И Шукадев Госвами называет Рахини Майя, единственная из Мадхура Васи, которая могла участвовать в этом самом грандиозном празднике. Несмотря на то, что Кришна там появился, только у нее одной была возможность. Она единственная, кто из Мадхуры была и участвовал в этом празднике во Врадже. Да, все были танцем и взяли гола. Прабху Махарад, как говорили махан? Махан или гола? Боли, перебол. Перебол. Вы знаете, вы видели. Они у них второго человека и к другому. Они даже не видят, которые они все еще еще не смогли. Они смотрят, что это очень красивый фестиваль. И вот было. Они взяли просто этого махан, и посмотрели в этот махан. Они взяли в это. Они не смогли. Они не могли. Она говорит, что, как мы тут любим играть снежки, это был такой, что все брали кусок масла. С российским маслом это не сравнить. Российское масло это твердое масло, это такое желтое, твердое масло, твердое масло, это такое желтое, твердое масло. Но они там готовят масло из йогурта, а не из сливок. Оно очень мягкое, оно вот как крем, белое такое, чуть-чуть густое. Сейчас развивались и развлекались тем, что они брали эти куски, эти шары масла и китали друг в друга. Один человек стоял в недалеке, у него не было зубов. Он просто улыбался без этих зубов. И кто-то бросил в него этот кусок масла, Масло очень быстро проскользилось, он просто до самого желудка. Он так обрадовался, он говорит, тут даже и не голодают. Болоси нандаке ла ла ки, Болоси кршна кания ки, Митайгору браманан дэкния ки. Какие? 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 Теперь все там танцы, хорошо, ты тоже танцы. Мандалуржина. Мандалуржина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Первая из главных причин, когда Кришна закрыл глазки, это то, что путана, когда вошла, она вдруг своим видом, своим поступком сказала маме Ишоду, «Мама Ишода, какой у тебя прекрасный сын! Ну зачем его просто качать в колыбельно? Нужно взять его на руки». Она подходит к сыну и берет его на руки. И мама Ишода просто восхищается ее поступком. То есть она поступила как мать. А Кришна в этот момент думает, «Ну, она представляется передо мной как мать, а мне придется ее сейчас убить». И чтобы не видеть этого, для того, что это неприятно, Кришна закрывает глаза. Вторая причина, почему Кришна закрыл глазки, он думал, что она пришла сейчас во врат, чтобы убить младенцев. Эти младенцы кто? Это Майшри Дам, Субал, Мадумангал, все мои близкие. А все эти девочки младенцы, там Лолита, Вишах, Радика. И она пришла сейчас сюда кого-то убивать. Поэтому Кришна не хочет видеть ее лицо, он закрыл глазки. А также второе обычное качество для младенцев, о том, что они очень доверяют своим близким, которые они каждый день видят вокруг. И очень боятся посторонних, новых людей, которые появляются. Поэтому, когда появилась Путана, как бы закрыл глазки, я совершенно не знаю, кто это такая. И вторая причина, Кришна глаза, не обычные глаза, это трансдентальные глаза. Но на предыдущих глазах, ни в каких-либо случаях не может быть на предыдущих глазах. Поэтому Кришна, он думает, что это Путана. Другая причина, почему Кришна закрыл глазки, в том, что у Кришны непростой взгляд. Перед Его взглядом не устоит никакое притворство, никакое лицемерие. И поэтому она сейчас, хоть и превратилась в красивую женщину, сущность у нее совершенно другая. Кришна думал, если она попадется перед моим взглядом, вся эта сущность сейчас раскроется. И чтобы не пугать свою маму Ишода, он закрыл глазки. Кришна, который в I am not ordinary person, you know, very great, great yogi, tapas, see, that great astrayity, even my lotus feet cannot remember this heart, but now, see, take herself, take me to my lab, or lab, previous life, which kind of, you know, doing some astrayity, paisy, activity, now Krishna closed his eyes, remembering this past life, oh, this is the rare, you know, last life is the daughter of Bali Maharaj, you know, this is the Ratna Mala, when I take the form of Vaman form, when some, my beauty, see, you know, this is the nature of ladies, when they are so very beautiful, they want to take this life, and give love affection, if I like this one's son, I always take my life, I give love affection, Krishna is the Bhavagraha, you know, so don't worry, I can become a son, but when find this Nagvas, then telling, oh, very bad boy, if you become my son, how can I feed you milk, I can feed you the Bhavagraha, Krishna tells, don't worry, I can drink Bhavagraha. 時 I will see you, see, that the RATNA Mala, the daughter of Bali Maharaj, when he was born in the years as Pandora, when he was born as Vamanadeva, then the environment is such a blue boy, they also start to speak about him as a son, they want to have him as a son, and then when he saw him as a son, she also found himself, when he saw him who was beautiful, she thought, oh, boy, that a wonderful boy, such a son, then Затем, когда Ваманадеф связывал Бали Махараджа этими оружием и змей, когда он был окружен, связан крепко оружием и змеем, брошен к стопам, то из ненависти к этому мальчику эта дочь в сердце проникла, что если бы у меня был такой сын, я бы его накормила только ядом. И Ваманадеф и то желание исполнил, и это согласился исполнить. Ну хорошо, подумал он. Да, тогда он говорит, что когда Путанаси взял его кровь, что Кристос, сейчас он пейзан, сейчас он пейся к Кристосу. Что такое Кристос белье? Ну, все инверси присутствует в этот белье. Теперь все инверси оперировали. Почему? Все инверси присутствует в Кристос белье. Если Кристос диктся в этот белье, то что происходит? Другая причина почему Кристос закрыл свои глазки, она взяла Кристос уже на руки, чтобы дать ему свою грудь, пропитанную этим ядом. Кристос у меня закрыл глазки, чтобы молиться Шиве. Шива говорит Боли Папа, иди сюда, иди сюда. Слушай, это твоя работа пить этот яд. Мне надо молоко только пить, но тебе нужно самому взять это. Потому что у меня в животе все мироздание. Если этот яд попадет туда, все будут просто мертвы. Продолжение следует... 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 you know garden they are very nice nice flour nice fruits they are you know this is the conscious best garden he gave to order they're all power fruit only came to my guttier who is the my devotee only they can take not any brajavas and Krishna take this thing Krishna thing whole inverse I am created for me my devotees my devotee and my my devotee for me this is not then he's take the он знает, что он очень большой? Триколе 12-ти с 12-ти. Он усыдывает и там, что он усыдывает. И все, что он сброс. Да? Да, да, да. Это вот, что, ко мне надо? Он все могу. «К replacing и перемешать я, Когда я не Доват, я не покажу все. То есть свое дег포, и поделить его на этот младенец. И вот у него появилась мысль в голове о том, что если она сейчас прилетит к Амси, он ей поможет оторвать этого младенца. Поэтому она вырвалась на улицу, приняла свой огромный образ, чтобы быстрее к нему долететь, и уже взмыла в воздух. Когда она летела по направлению Мадхуры, Кришна заметил внизу сад. Это был любимый сад Камсы. Он его выращивал только для своего собственного наслаждения, наслаждения своих близких. И Кришна думал, ну ничего себе, я тут создал всю Вселенную, вся Вселенная для меня и для моих преданных слуг. А тут кто-то мешает наслаждаться, кто-то забирает и ничего нам не дает. Говорит, ну и ладно. И Кришна пустил туда тушу Путаны прямо на этот сад, который размозжил сад полностью. Ее тело составляло 12 миль. Так, бу-бум, обычно как Саньяси громко говорят. У меня так не получится. А когда упала Путана, она просто сломала под собой все деревья. Учение заключается в том, что все, что в мире есть, все это для служения Кришны. Если оно не будет использоваться для служения Кришны, Кришна сам все это уничтожит. Я сказал, что все в мире есть для Кришна служения Кришна. И если кто-то не хочет служить Кришна, то Кришна будет уничтожить все. Все, все. То есть, все, что в нём есть. То здесь, все, все внутри, поэтому, с этим все это делается. Кришны, когда бы кришна, которые возрасти в Кришну, что Мадро-жасад – это изд usefulness. Кришна – что салют, что сломался. …, что нём на какие-то гришны – это хорошо. Он говорит, что с удовольствием, у насuluщее. Но Кришна она идет, И мы говорим, почему Кришна, когда только 6 дней Кришна выполнила эту лилу. Теперь мы говорим, почему Кришна только 6 дней выполнила эту лилу. Итак, я в конце это запомнила, а в начале не запомнила. В начале ты говорила, что все в Раджаваси бежали за этой тушей, которая летела по небу. И когда упало это небо, когда упало ее тело, в Раджаваси нашли там Кришну. Они обнаружили, что Кришна цел и негридим. Он счастливый, улыбается и просто играет на этой горе, на этой путане. И вопрос, который сейчас будет отвечать, почему же Кришна на 6 день убил Путану? В чем идея, в чем смысл этого? Мы вернемся к Кришну. В Кришна в ней кирурга. Домовы – это традиция. So this is Brahman, someday, Khyatriya, how many, there are some traditions. Now when Krishna, he took birth in Gokula, everywhere spread this message. Oh Krishna, so beautiful. Everybody tell you, look like this, beautiful, never you can't say like this, beautiful, even baby. Everywhere spread this thing. Well, all Brajavas, they have so much enthusiasm. Take darsan of Krishna, but how can darsan of Krishna? For some tradition, this child never came out of this out of this house, never came. Now there are so much enthusiasm, only some ladies can go, jains cannot go and enter this house. Now Putana, this Yogamaya, this Yogamaya, what he did, he bring to Putana and Putana go inside, Khyas to Krishna, bring out this out. And bring it out, now all Brajavas gathering there. What happened, what happened, what happened there, when they were shouting? Now, Sadi Salila, so then easily everybody take their son of Lord Krishna. Krishna gave to their son everybody. Итак, почему же Крышна на шестой день убивает эту Putana? По ведической традиции, когда женщина рожает, то 21 день она считается нечистой, она просто не выходит из родильни. Сама родильина стоит, находится не частью дома, а находится наружу. Это отдельное строение, где живет женщина с ребенком, и туда могут заходить только отдельные, очень доверенные женщины, туда даже мужчины не могут заходить. А когда проходил этот большой праздник, те врачи, которые участвовали, те, которым довелось увидеть Крышну, они все просто были потрясены его красотой, его необычайной красотой. И поэтому эта весть о том, что необычайно красивый ребенок родился во враче, теперь доходилось до всех остальных, которые даже тогда не побывали на празднике. И весь врач, он просто гудел этими новостями о том, что у Нанды побыл необычайно красивый ребенок родился. Всем хотела его увидеть, но это физически никак невозможно. Тогда Крышна не может устоять перед этим, он устраивает эту Путану, чтобы Путана пришла уже, и он мог подарить свой даршан всем, чтобы все могли посмотреть, какой он красивый. Тогда входит эта Путана, она его выносит наружу, и наружу, когда она падает, Крышна сидит там сверху и дарует всем свой даршан. Взбегаются все на этот огромный грохот этого тела, взбегаются все врачеваси. Кроме того, не только сами врачеваси, а те лесные жители, кто жили в далеких деревнях, которые все сейчас хотели увидеть Крышну. Крышна сидел на самой вершине и всем дарил свой даршан. Крышна сидел на вершине. Крышна сидел на вершине. Крышна сидела там чисто, в 12 девочке, Крышна, который продолжает. Крышна сидела. И так далее Шокодавгасвами использует очень красивый стих, где описывает как Мама Ишода, дальше Кришна мывает, как обычно, в моче коровы, в навозе, о том, какое-то замечательное лекарство, как она ставит ему эти тилаки на 12 частей тела с мантрами. И Махарач говорит, что вот даже говорит, что для Кришны эти мантры, эти тилаки, они как кавач, они как защита, поэтому все ваши навы должны ставить на себя обязательно тилаки с мантрами. И Махарач говорит, вы, говорит, должны ставить эти тилаки. Поставить тилаку, установить божества, празднести, сделать ачиман. И должно быть особое отношение к этому тилаку, понимая о том, что это пыль в Раджа. Он говорит, что поставив тилаки, вы сделали своего половина боджана за день. Хорошо? Хорошо. Да. Он говорит, поэтому не мешкайте с тилаком. Тилаки обязательно нужно ставить. На всех изображениях Бхагавана находятся тилаки. А если посмотреть на Иране, так у него вообще на пол лица большой тилак. Да. И у Рамы, у него большой тилак, такой белый и в центре красный, тоже на весь лоб. Только у нас маленький скромный тилак. Чего его не ставить? Да. У всех, говорит, других самопродавников, большие чудовищные тилаки. У нас маленькие, аккуратные. Да. Теперь, здесь Сукадева Госвами говорит, что только Кришна не сопротивляет ни к нему, ни к нему. Теперь, в одном слове он говорит, что Кришна, как Кришна – очень богатый человек. Теперь, в одном слове он описывает Кришна, как богатый человек Кришна. И потом, Сукадева Госвами Патт объясняет нам, что если вы хотите кому-то поклоняться, кого-то любить, то поклоняйтесь и любите только Кришну. Посмотрите, какое у него качество, какой у него характер. Да. Он говорит, посмотрите, какой характер у Кришны. Путана. Путана обозначает, что она абсолютно не чиста. Путана обозначает о том, что она питается кровью. Вообще, я как бы слышала, что Путана – это не имя. Это определенный вид иракшисов, которые питаются детской кровью. Поэтому очень много различных. Путана – это просто определенный вид жизни. Путана много существует. И вот эта Путана, она ничего не принесла. В качестве подарка она принесла Кришне смерть. То есть, она хотела отравить его. У нее не было ничего должного, чтобы она могла дать Кришне. Тем не менее, Кришна не замечает все ее недостатки. Просто за то, что она один раз на мгновение взглянула на него как сына, за то, что она оделась для него как мать красиво, только приняв это незначительное, за это незначительное, и Кришна дарит ей возвышенное положение на Галуке Вриндаване. Да. Итак, здесь, Вишна Ачакадавра гавкаматри. Что он принесет для Кришне? Он принесет к Пайзану. Если кто-то пришел к Кришне, он не принесет ничего. Он не принесет. Почему он принесет к Пайзану? Гавкаматри. Если кто-то пришел к Кришне, он принесет к Кришне. Если если кто-то пришел к Кришне, так что он не любит, как беден и милку, и приятам. Если это не так, то и в том числе Кришна выделила Кришне, и в том числе, то есть Кришна, что он принесет к Кришне? Если Кришна все всегда вознаграждает по справедливости, тут пришла эта Путана, эта ужасная демоница, которая пришла отравить Кришну. просто немножко притворилась матерью, получила положение на галоке. Ну а если придет человек, ну пусть даже не с подарком, пусть он просто придет с пустыми руками к Кришне. Значит, Кришна даст ему что-то выше. А если этот человек принесет и подарит Кришне какие-нибудь вкусные плоды, соответственно, что-то еще выше. А если этот человек он примет будет любить Кришну как своего друга или как своего возлюбленного, то что же тогда Кришна подарит такому человеку? И он, кто из-за моря? Она из-за ракхи-си, демони. Если какой-то демони пришел к Кришне, и подарил планету Голоке-Вриндавана, он сказал, что придет какой-то человеческий человек. Если придет, он какой-то депутат. Тогда Кришна, что дает к этому человеку? Если кто-то придет к Кришне как человек, вероятно, получит что-то гораздо выше. Почему он пришел к Кришне? Он хочет убить Кришне. Если кто-то пришел к Кришне, если кто-то пришел к беру любую любую любовь, а сердце, привести любую 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 к Кришне, тогда Кришна приняла ему. А если человек придет, чтобы подарить ему свою любовь, что он получит? Да. Итак, здесь Сукдеву Госвами не может представить о Кришне, у меня вопрос и ответить. Что это? Но вопрос это, если Путанаду Голоке-Вриндаван, Парикшит Махарач, Сукдеву Госвами говорит, если вы дамони, очень плохой пациент, то Голоке-Вриндаван, то что вы даме даме Бржаваси? Когда Бржаваси был в Кав и Кав и и Кршна became Кав и Кав и Кав Махар и Бржа гопи и Матер гопи и Кав и Кав кав Но что это милка? Милка – это когда кто-то в сердце взлетит, этот любовь принимает форму милки. Так что Кришна, Он употребляет это всем, а то что Вы им дали? Шукадев Гасвами говорит о Кришне. Итак, в комментариях описывает Шукадев Гасвами как будто спрашивает у Кришны, Кришна, как это можно понять, как можно понять, что та Ракшаса, которая принесла Тебе смерть, Ты дал практически самое высокое положение на Галоке. Как же Ты тогда сможешь, на что у Тебе есть резерв? Как же Ты сможешь отплатить в Раджаваси тогда за их любовь? Когда Брама крадет телята и пастушков, то Кришна принимает формы всех мальчиков и всех этих телят. и пьет молоко каждой матери и каждой коровы. Что такое молоко? Молоко – это любовь матери, которая превращается в молоко. Если у матери есть любовь, у нее есть молоко. Если у женщины нет молока, то она не испытывает любовь к этому ребенку. И вот если Кришна принимал эту жидкую любовь этих матерей и коров, то что же Ты тогда дашь им? – спрашивает недоуменно Шукадев Госвами. Да. 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 Молоко. 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 однорубия, разбори однорубия, масло однорубия, все по одной рупии. Ученик смотрит на все это, говорит, Городев, какая классная страна, слушай, сейчас я буду кушать только одно разбори и пить только одно ги, и все, всего по какой-то однорубии. Городев говорит, да нет, нет, это плохо очень, это неблагоприятно. Это значит, что у государя этого страны у него немножко проблемы. Если кто-то попробует страну посадить, все на одной рупии, все очень быстро развалится. Пошли, пошли отсюда быстрее. Ученик говорит, нет, нет, Городев, такая, такая замечательная страна, ты иди, а я к тебе скоро тебя догоню. Я тут просто немножко отъемся, немножко поправлю свое здоровье, а потом я до вас добегу. Говорит, ну хорошо, только когда если будет что-то, если ты будешь в опасности, ты должен вспомнить обо мне, ты должен позвать меня. И тогда этот ученик стал отъедать своим чреслом. В Инде любят, когда большие чресла. В общем, он остался и стал есть эти разбери, эти голабджамуны, запивать это все молоком и так далее. И тут его поймали. Его поймали, обвинили в воровстве. Почему? Потому что просто одна какая-то женщина сказала, что не украл какой-то толстый. Эти стражники бежали по улице, искали этого толстого, и нашли этого самого толстого, который в то время ел голабджамуны с молоком. Он говорит, нет, нет, я не виноват, упирался этот ученик. Нет, ты как раз тот самый толстый, походишь по всем описаниям, ты должен умереть. Они его приводят к царю. Царь назначает ему наказание в качестве повешенного. Его даже не спрашивают, он или не он. Царь безумный. И тогда ученик взмолился, Городев был правом, это страна идиотов. И тогда он говорит, у меня последнее желание, последнее желание нужно обязательно удовлетворить. Позовите моего Городева. Он дал описание этого Городева. Ладно, царь сказал, позвали Городева. Привели Городева, Городев смотрит на все это. Я тебе предупреждал, говорит он. Да, да, Городев, я абсолютно раскаиваюсь, я согласен, я полный идиот, сам полный идиот. И тогда, говорит, ты должен поступать все так, как я говорю. Говорит, вот сейчас мы будем драться за то, кого из нас повесят. Сулю? Не знаю, я через повешение слушала. Кого из нас повесят? И тогда царь велел, хорошо, теперь можете повешать обвиняемого. И тогда вот гуру стал выдирать эту петлю, одевать и себе на голову. А ученик стал вырывать у него и себе на голову одевать. И так они на шутку подрались друг с другом. Царь смотрит, это западает за что-то неладное. Он говорит, почему это вы деретесь за эту петлю? И тогда гуру ответил, сегодня очень благоприятный день. Необычайное созвездие планет, которое бывает только раз в сто лет. И каждый, кто сегодня умрет, сразу, непосредственно попадает на сваргу, на небесные наслаждения, навечно. И вот тогда царь, царь обрадуясь такой возможности, сам стал вырывать эту петлю и кричал, приведите мою старую мать сюда. Привели... привели его старую мать, одели ее петлю и повешили. В это время пока была вся эта суматоха, гуру и ученик быстренько скрылись. Вы рассказываете? Угу. Я не рассказываю, не рассказываю. Бхалавалина и Викархаличи. Я инициативе. Я инициативе. Я то, что, если бы, это не был бурл, а если бы, это был бурл, это был бурл. То есть, что вы думаете? Это бурл? Это как. Престанец. Я инициативе. Я инициативе. Я инициативе. Я полностью Mengшедшую. Продолжение следует... И так, что когда Гасамин говорит, ну что же ты, Кришна, неужели ты как тот безумный царь, который все продает по рублю, неужели для тебя все одинаковы, дал этой путани такое возвышенное место, ты своим преданным тоже дашь такое возвышенное место, когда Кришна говорит, нет, нет, ты не должен так думать про меня совершенно. Те, кто дарует мне свою любовь, свою ласку и нежность, тем я отдаю всего себя, я просто сдаюсь на их волю. Когда Кришна играет со своими друзьями, то друзья, Кришна проигрывает им, они чувствуют себя очень счастливыми. Когда Кришна с мамой Ишоды, мама Ишода лупит Кришну, закручивает ему уши, берет полностью Кришну под свое воспитание. Как Кришна отдает себя, полностью предается любви своим возлюбленным. Если Кришна говорит, что те, кто дарует мне свою преданность, я им просто продаю себя. Теперь будем слушать о том, как там Радарани родилась в Равале. Если Радарани, она высшая возлюбленная, Шри Кришна, почему же? Она ни разу не упоминается в Шримадт Бхагаватам. Бхагаватам, который является самым высшим свидетельством об абсолютной истине. Когда вы приедете во Вриндаван, там никто не говорит Кришна, Кришна, Кришна. Все только произносят Рады, Рады, Рады. Там даже если не слышно, на самом деле все деревья произносят Рады-Рады, все листики произносят Рады-Рады, все цветочки, все животные и птицы. И ее называют Рады-Рани, то есть Царица, Кришна никто царем не называет там. Все, когда люди идут, едут Рады-Рады, едут Рады-Рады, спят Рады-Рады, все это. Так что все, кто был в Рандаване, они не знают это. И когда кто-то зовет, он произносит Рады-Рады, когда идут к всем, Рады-Рады, едут Рады-Рады, едут Рады-Рады, едут Рады-Рады. Надеюсь, он будет говорить мне по нераступительству, Рады-Рады, Рады-Рады.